приветствую вас мои дорогие друзья сегодня мы с вами едем по новому маршруту я сейчас нахожусь в точке разгрузки потом когда приеду к гружу так что там такое у меня держит когда загружусь мы пройдемся с вами по этому месту и я покажу что да как и где ну а сейчас давайте проедем посмотрим с моими комментариями работаю неподалеку от воды а водской воды как раз таки идет у нас граница северный карабин и южный карабин это территория уже такая называется считается более курортная что здесь леса дорожки такие маленькие курортные отдыхают здесь живут отдыхая у меня дверь не закрыта подождите я и дверь закрою еще я здесь работал в этом месте именно по этой дороге ездил когда это были мои самые первые дни первые тренировочные дни на этом траке здесь нет машин мало трафика нету светофоров и я здесь учился еще я поставил камеру на лобовое стекло по центру но мы с вами прокатимся туда-обратно в таком положении камеры и я потом переставлю камеру на заднее стекло моей кабины и мы прокатимся с вами еще раз все дома новые абсолютно новые дома везде как я понимаю здесь были такие угодья у кого-то были и кто-то один это выкупил строитель и начинает все застраивать вы сейчас увидите там где мы грузимся там ямы большие вот леса строителям приходится вырубать лес и засыпать большие ямы очень большие ямы ну до них это не проблемно деньги идут дома продаются так что бизнес процветает кто-то спрашивал там в комментариях своих расскажи что на как как работает снатраке как к этому пришел лучше ли или хуже чем было раньше на стройке и чего могу сказать по этому поводу и пришел на стройку давно работал давно опыт на стройке получил хороший большой но но как не крутись на этой стройке я ничего толком и не заработал как и многие другие знакомые с всегда процветает директор компании а тут вроде зарплату нормальную платят а все равно ни хрена не получается ну а здесь работал на стройке обычным рабочим плит электрика сантехника немного фрейма было и всякая остальная там попутная работа по ремонту даже красили даже красить мне понравилось больше меньше грязи легче и видно свой труд хорошо но постоянно какие-то тяжелые вещи переносить постоянно мебель двигать постоянно допустим коробки с плиткой таскать мешки с клеем носить мешки с цементом хотя здесь не по 50 килограмм но все равно постоянно какие-то тяжести или там полдня на коленках ползаешь плитку на полу кладешь там заливаешь что-то ремонтируешь гниль ее какой-нибудь из домов вытаскиваешь от протечек сгнивает у них там каркас и то под крышей полдня на жаре лазишь там ремонтируешь и протечку заделываешь конечно это все достало и которые работают дальнобойщиками трак-драйверы что они сказали когда с ними встречался они приходили на стройку подработать один раз когда там допустим трак в ремонте стоит я говорю дома делать нечего пойду на стройку в банк поработаю там неделю походил сказал да ну его нафиг я уже каждый вечер прихожу домой и иду только только в мыслях о траке скорее бы трак ремонтировали я бы уехал или стал работать на траке хотя эти люди раньше тоже работали по полной программе настройки зарабатывали на этом делали бизнес а сейчас от них такие вот фразы ну я уже вечером хочу домой хочу на трак в итоге я решил на трак сесть пошел искать информацию в интернет пошел в ДИВИ узнавать что надо что не надо и как это делать нашел бюлеты в интернете и начал готовиться к экзаменам какие мои первые впечатления от трака ну спина не болит от этого ну а после первых там первой недели там я только стал легче себя чувствовать от рождения потому что постоянно в напряжении постоянно боишься к машине непривыкшей голова болела в конце дня каждый раз глаза напрягались там краснели было трудновато было реально трудно привыкнуть но прошло это время мне так и сказали маленько пооблыкнешься привыкнешь покатаешься и все будет нормально будешь есть как у легковой машины без напряга без ничего и уставать меньше будешь так что те ребята были правы я сейчас еду без напряга ну не еду а езжу без напряга не вдаваясь там в какие-то тонкости где колесо у меня прошло я уже приблизительно чувствую что здесь я пройду и я никого не задеду и все я поехал а до этого я естественно притормаживал глазел зеркало это все занимало время это напряжение это переживание и по факту стало легче стало намного легче рулить ездить работать задом вставать учился постоянно здесь сдавать приходится задом и причем большие дистанции проезжать задом и не по прямой а там по зигзагам налево направо и потом еще на 90 повернуть вот сейчас мы будем с вами спускаться задом вообще в яму вот с этой дороги будем спускаться в яму так что что еще из плюсов я могу сказать первое самый главный плюс это не болит спина она вот трава шоферов конечно болит по другому но не так как от переноса тяжести холодильников мебели стройматериалов и всякой другой ерунды я все равно периодически вот видите справа туда будем спускаться в яму к этому экскаватору когда у нас тут идут дожди монократов не работают потому что здесь грязь заедешь и ты не выйдешь засядешь навечно и я работаю в эти дни на стройке так же спокойно звоню вот сюда буду справа заезжать сейчас задом звоню на стройку и если есть работа в этот день дождливый дождливо сопливый то я еду еду на стройку и в один прекрасный день я пришел в понедельник на стройку думаю сейчас будем работать поработал во вторник мы тоже не работали но я уже во вторник решил что я не пойду на стройку проснулся я так все мышцы болят спина болит потому что я там весь день ломал старую ванну и за этот же день я положил там пол сделал стены сделал то есть я ударно поработал и подумал что нафиг оно мне это надо на второй день меня не хватит здесь сидишь в кресле спокойно сейчас я под закупку встану здесь сидишь работаешь грубо говоря рулишь баранку музыку слушаешь правда трак шумный у меня он старый но если трак новей то можно спокойно сидеть музыку слушать на аудиокниги и всякую остальную ерунду другой плюс мы налево что-то там допустим кто-то подходит продаем землю ну не продаем там даже приходится на место погрузки соседи там не знаю жители местные и если эта земля не нужна то мы везем к этому покупателю лучше скажу так и естественно он нам за это еще и платит то есть боковой заработок есть это очень так привлекает потому что жить на одну зарплату так это в нашем бриллиантовом реке в знаменитом популярном фильме сказано да да чтоб ты жил на одну зарплату вот такого этого не надо здесь есть такой плюс да можно что-то налево увезти продать и заработать лишний стольник лишний полкинник неделю это тоже хорошо другой плюс какой еще есть ты не пашешь тебе не надо там допустим сделать сегодня всю стенку плитки заложить или покрасить три комнаты обязательно и ты начинаешь там скакать и бегать плясать что надо покрасить надо сделать а едешь уехал постоял перекурил протер фары протер стекло по пути заехал на бензотолонку купил чаю попил перекусил поехал дальше и не напрягаясь приезжаешь на погрузку и цикл повторяется то есть с каждого рейса там пару не знаю десять пятнадцать минут можно стабильно добавлять и тем самым отдыхать не напрягаясь работать другой плюс это когда мы работали на стройке то я вам скажу честно подождите мне надо почистить там этот горд насыпал мне там много чего давайте мы сначала отсюда выйдем и я буду дальше что-нибудь комментировать подождать давай второй плюс мы не грязные не второй не знаю какой-то плюс уже когда я пробовал на стройке но постоянно это регулярно стирка 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 не успел одеть чисто утром приходишь на работу а там тебе лезем в подвал или лезем на чердак там жарище такая insulation это теплоизоляция стекловата летает вся одежда сразу грязная или в стекловат или в дерьме вся там то что по подвалу полазил или красить начинаешь тоже весь краской выможешься как собака и получается что что не день то стирка что не день то стирка иначе вещи очень грязные и неприятно вниз работать а здесь сидишь в кабине я в этих штанах вот можно сказать когда мы не возим эти доски деревья да всякие ветки когда приходится открывать борта там все это на кабину залазить там все это делать то вообще как будто бы в магазин сходил на работу пришел домой точно так же ни пылинки ни соринки хотя ботинки естественно по этому песку ходишь по этой глине они грязные в машине естественно подметаешь приехал на разгрузку подмел заходишь в кабину ноги обстучал чтобы грязь не занести к себе аккуратненько порядок поддерживаешь и все нормально чисто футболки я просто на стройке замычился менять футболки это как пить дать одна месяц улетала у меня их было на каждый день одна каждый день новая футболка ну не новая а чистая целая гора футболок у них не на каждый день там их даже запас был не знаю не 7 а 10-11 футболок и каждый раз в месяц новую футболку надо было класть туда потому что или порезал или порвал или зацепил или она там себя выкинулась из этих частых стиров или совсем обесцветилась там в безумный цвет превратилась здесь вы сидите в нормальной футболке в нормальной вашей одежде вас хватит лопатой махать особо никто не заставляет спокойненько живете работаете вот видите проехали а очков подшалось ну вот короче чистота я не рекомендую не то что не рекомендую не агитирую вас что вы на траке ездите блин вообще ничего не стираете нет кто-то меняет свои футболки каждый день я допустим каждый день стараюсь новую одевать чтобы действительно там она в пыле была такая вонючая отдел и поехал зато здесь футболки ну они не в краске как только краска футболку запарал все она не откидывается или там раскором всякими силикозами иной раз а цветок нет об себя вытираешь красный винок подмазалась об штандели об себя вытираешь вот ты весь хочешь как это полотно давить смазанный естественно такая футболка потом выкидывается быстро здесь такого нет приходишь чистый и одежда хуже долго устаешь тоже устаешь но устаешь маленько по другому но не скажу что работа прям намного легче но она полегче полегче чем настройки полегче сразу говорю тем более если вот так вот работать не напрягается я еду не напрягается на все остальное наплевать едешь спокойно все равно устаешь даже тупость есть за компьютером может все и то устанет побезуще а здесь ты вышел меня вот сейчас загрузили на борта мне мусора на финале я вышел с лопатки вокруг трака походил якобы почистил поразвлекался прогулялся сел и поехал дальше сейчас на разгрузке я выйду пять минут перегурю вам покажу место разгрузки строительство будущего дома и опять поеду и опять поеду на погрузку почему я не пошел в дальнобой то что такой вопрос был почему выбрал гамп стран я дорогие мои посмотрел посчитал два раза или три раза я съеду не очень далеко буквально на один день туда один день обратно это мы перевозили машину но скажу вам не понравилось не понравилось очень тупая работа получается там как ты с прицепом пошел я там допустим говорю вам про машины потому что я машины делал возил машины поехал туда груженый допустим поехали в Балтимор подъезжаем к Балтимору утром нам звонит хозяин заказчик машины одной у нас их четыре на борту и начинает говорить что ребята да я знаю что договаривался с вами на обеденный перерыв вы мне привезете машину там в районе двух часов но у меня там типа танкист назначен в это время и если вы не привезете ее там до одиннадцати утра я не вернусь домой к пяти выбирайте или вы будете ждать до пяти сидеть меня пока я к вам приеду машину приму или же приезжайте рано утром и вот такие моменты очень часто происходят как мне рассказывают и мы галопом по Европу побежали туда отдавать ему машину она еще к тому же стояла на самом верху нам пришлось скидывать все остальные машины чтобы откопать его чтобы откопать его и эта машина была естественно не по маршруту который у нас был уже запланирован побежали побежали к другому заказчику побежали к третьему четвертому заказчику все машины раздали и поехали на погрузку опять тоже в разные точки по городу собирали машины то есть такая безумная работа собачья ездишь в одно место потом в другое и еще зависишь от заказчика дождется он тебя не дождется дома он или не дома он покорявал ты его машину не покорявал и все остальные вопросы а иной раз когда вот такие вот заказчики геморрой преподносит тебе что ты меня будешь ждать а я приеду тебя приму и вы попадаете в очень большую яму из-за этого сразу говорю потому что вон какой орел справа небольшой потому что у вас уже спланировано время погрузки следующих машин а эти машины могут быть в соседнем городе или в этом же очень много машин пикапов производится кар пикап где грузишь машину на аукционах там где продают битые машины или там целые отремонтированные но факт в том что они работают до пяти никто вас ждать не собирается никто вам ворота не откроет они приехали за полчаса до закрытия ворот но сиди и жди утра малыш и такие случаи бывают тоже часто как мне сказали пока, говорит, с заказчиком дождался пока с машинами разобрался пока поел и приехал к закрытым воротам и все и попал так, у меня есть бульдозилист приехал блин куда ж ты, куда ж ты видишь на маке пригнал сюда свой экскаватор ну, трактор вернее дождится он там у нас ровнял а сейчас здесь ровняет походим ладно, тогда у нас не получится сейчас походить здесь по участку потому что это дядька платит деньги скажет, что в это время тратишь, резину тянешь мы разгрузимся и поедем дальше все, дальше не пойдем, уже машина пятна так что послушав я вот эту вот историю про то, как вы можете уехать в другой город, два дня там провести и в ожидании заказчиков в ожидании погрузки и мне подвернулся вариант с дамп-траком поговорили, пообщались и как раз таки человек тоже этим занимался, дальнобоем сказал, конечно, нафиг этот дальнобой я сам, говорит, с него уже спрыгнул столько лет перед неделями иной раз где-нибудь под Нью-Йорком живешь на вокзале ничего веселого в этом нет а здесь ты утром встал на работу приехал повозил землю как белый человек заехал на бензоколонку в кафе, ресторан здесь называют фастфуд ресторанами называют заехал, поел и все доволен, остался доволен так, давайте мы камеру переставим по-русски по-русски на футболе так, что я не сказал так, что мы сейчас нам не будем с детьми по-русски Продолжение следует... 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 что ваша зарплата получается 10 долларов в час 11 долларов в час или 12 долларов в час но вы жили как собака в будке жрали-срали по кафешкам это не для меня конечно от суммы и от тюрьмы не зарекайся я в дальнобой тоже пойду поеду и поработаю но дальнобой я так понял это дело серьезное очень серьезное дело даже короткие дистанции дальнобой и то не очень здесь вышел пообщался походил отдохнул посмотрел поездил по разной местности город узнал районы узнал много чего узнал ну и все вроде бы ответил на вопросы которые спрашивают но работая на собственном траке здесь подаешь объявление ищешь работу тебе предлагают потом клиентура набирается из строителей которые занимаются строительством домов ремонтом они уже будут звонить сами заранее что завтра или посезавтра нужно тракт на весь день там приезжать и наберется рабочая такая может так клиентура причем с хорошей оплатой несмотря на то что трак хорошо кушает деньги тоже ну а сейчас вот я смотря как люди здесь строят ремонтируют я уже как бы даже и не хочу на такое возвращаться вот честно сказать я не хочу возвращаться на это на строительство в качестве рабочего никогда ни за что всеми усилиями останусь на траке но настройку не хочу потому что не очень сейчас мы с вами будем заезжать в яму опять я думаю на этом остановим нашу видеосъемку вы можете себя вот здесь наблюдать я даже вижу что вы видите и еще я хочу присматриваясь к микрофону называется RAD профессиональный микрофон он чем хорош он называется Unidirectional одного направления у меня микрофон обычный петличный он omnidirectional то есть собирает звуки со всего все что он вокруг видит слышит он все собирает Unidirectional это микрофон который в которой надо говорить то есть у него узкий луч такого он как бы вот так вот смотрит перед собой и звуки которые справа слева он их просто или не видит или видит но очень приглушенно вот этот плюс Unidirectional микрофона потому что все шумы посторонние от трака от этого барахла они просто исчезают их микрофон игнорируют так давайте я маленько по другому радиус возьму но на профессиональный такой микрофон у меня денег нету он зараза 200 баксов минимум стоит рад видео Mike Pro она это же фирма профессиональная но такая бюджетная версия этого микрофона она стоит 80 долларов я думаю попробовать я еще узнаю посмотрю на ютубе посмотрю технические характеристики стоит не стоит он все мы с вами на погрузке посмотрю я этот микрофон потому что с моей камеры вот этой которую я сейчас снимаю я купил уже три микрофона петличных и только один работает вот эти Sony специально так сделали что вы должны купить специально микрофон который сделали они именно Sony работает давайте я закупирую еще что это у меня специально трайпод сделанный видите магнит от динамика просверлил дырку насквозь нарезал резьбу внутри закрутил шпильку распёр гайкой это специальный маунт для камеры я на него накручиваю камеру и на крышу на магнит ставлю вот она на магните здесь стоит трайпод вот такой у меня трайпод магнитный еще хотел тоже за ним наблюдаю но тоже зараза дорогая штука это треххостный стабилизатор гимбал называется стоит он 250 уже долларов а DJI выпустил Osmo сразу гимбал с ручкой и камерой и вы джойстиком управляете камерой куда она и как она будет вам показывать и она держит постоянно горизонт или следует за вами потихонечку аккуратно вы повернули а камера плавно за вами поворачивается и убирает все тряски все вибрации убирают подождите я почищу борт потом мы с вами продолжим